всем привет распаковка посылки набор для полировки фар сейчас будем пробовать на данном автомобиле у него такие вот мутные фары это suzuki grand fitara фары предварительно надо будет отшкурить сейчас попытаемся вам показать процесс приходит набор такой коробки здесь заботливо китайцы положили даже шкурку гритм из 1200 180 800 400 240 есть инструкция на английском языке можно сделать тут кадр и прочитать так что дальше будет набор набор входит сама жидкость идет она в алюминиевом баллоне вообще-то интернете пишут это обычный ацетон ну будем пробовать с ацетоном так есть малярный скотч похоже на изолентку тонкий трубочка блок питания в розетку внутри пустой на 5 12 вольт 5 ампер и адаптер прикуривателя автомобиля также есть держалка шкурки чтобы было удобнее шкурить то есть вот таким вот образом шкурка крепится от стороны и прешь с водичкой чтобы не засорялась и также есть кружка вообще кружка обычная можно кофеек себе машине подогревать здесь питание и кружка термос по сути самое интересное это вот этот носик который ставится в эту кружку и когда нагревается вот жидкость для бесконтактной полировки здесь выходит от пар и им скажем так полируется но все дальше будет на видео показано вот пока теория сам лично не пробовал вот есть резиновые плотнительные колечки так что сейчас приступаем к полировке одной из фар они обе затертые решили попробовать на вот этой фаре на правой сейчас мы ее протерли протерли вокруг обклеили малярным скотчем для того чтобы не повредить лакокрасочное покрытие как вам показать что фара мутная принципе вот так вот видно хорошо вот сейчас она чистая и протертая практически ничего не видно сейчас приступаем идет перетирание шкуркой начали с 400 потом 600 и так далее до последней дойдем обязательно нужно добавлять воду чтобы шкурка не забивалась нажим минимальный вот в таком режиме сейчас перешкуриваем фару до однородной матовой поверхности уже можно видеть получается такой вот слой есть риска риску нужно будет перетирать если на ваш фаре много граней нужно очень аккуратно потому что здесь есть перелом наверху не очень удобно либо воспользоваться электрической машинкой но нажим так же повторять минимальный самое главное не перегреть пластик продолжаем перетирать фару круговыми движениями здесь вот есть граня получается вот сейчас перетираем нижнюю грань так будет такая же матовый как и верхняя часть переходим следующий гритм и повторяем все то же самое и так до тех пор пока риска не станет очень мелкой также не забываем добавлять воду закончили перетирать фару стала она вот такая вот матовая на камеру на более прозрачную в жизни она более матовая риски практически должна быть не видно этот развод от тряпки остаются вот сейчас переходим к этой жидкости чашку вот в эту 1 3 либо 100 миллилитров сейчас примерно на глаз будем наливать на всякий случай надел перчатки синего цвета так перчатки наливаем одну треть кружки где-то примерно такое количество и думаете что дольем закроем так дальше надеваем вот эту крышку и и подключаем питание и в таком положении оставляем пока не начнет парить где-то примерно от 2 до 10 минут пробуем показать видно видно как идет сейчас вот видно как идет износика пар фирмы эту крышку снимаем здесь идет она кипит запах отвратительный вот на эту крышку и переходим к автомобилями продолжаем лучше все это делать про хорошо про этого помещения либо на улице запах стоит конечно не сказать что приятный пахнет химией какими-то растворителями главное жидкость не перелить иначе она будет поливаться каплями когда будет кипеть и капли они будут оставлять следы придется заново перетирать такими движениями постепенно плавно проходимся по всей паре по всей поверхности то есть не нужно полировать полировали машины с постами плюс то есть это бесконтактная так называемая полировка который придумали китайцы или еще кто-то примере в китае нужно купить такой набор и получается что вот мы возвращаем полностью прозрачность фаре который было это вот такие фары были изначально желтого цвета непрозрачные и вот что получилось итак теперь самый главный вывод если вы все поверили что вот эта жидкость растворяет фары как я ранее пытался вас убедить не так это вообще полимерная смола какая-то она очень летучая и в данный момент есть такой нюанс неинтересный дома сейчас 27 градусов у меня по крайней мере и вот и получается что вот эта емкость это как бы термос для того чтобы эта жидкость не нагревалась здесь есть вот эта пробочка которую выставали здесь был колечко за который можно было вытащить она оборвалась чем что получается при нагревании до 27 градусов точнее нахождение помещений где 27 градусов она начинает закипать и она стремится отсюда выйти оставляют такие вот подтеки на пластике вот они вот она никоем образе не растворяет пластик фары там шлифовка шкурка нужно для того чтобы создать риску куда нам и скажем так поверхность замотовать чтобы она туда попала вообще здесь производитель пишет то что ее хватает на два года то есть это покрытие само если вы не стерли как бы основной лак с фары то есть она то есть фар у вас сама по себе пластик целый помутнение вот эта желтизна царапинки вот то есть она крупный не скрывает она заполняет собой вот ту сетку которую мы делаем с помощью наждачной бумаги вот и весь секрет прикольно работает дополнительно покрывать фару желательно там какой-нибудь пленкой или лаком что продлить эффект потому что пленку снял наклеил новую лак соответственно тоже будет какое-то время защищать его потом можно чистить она будет под этим составом но тут уже надо проверять вот на этом пожалуй точно все спасибо что смотрели всем пока